Вышла статья, Байден заявил, что уже больше 200 лет занимается внешней политикой. Президенту 80 лет. Я думала, что он не пошутил и просто опечатка была у господ писателей. Ну, решила в источнике посмотреть. Вот он источник. И сейчас я его скопировала и перевод. Значит, о чём тут говорится? В понедельник президент Джо Байден похвалил свой собственный опыт во внешней политике, заявив, что он не уступает никому, включая дипломата-ветерана Генри Киссингера. «Я собираюсь сказать что-то возмутительное. Я думаю, что знаю об американской внешней политике столько же, сколько кто-либо из ныне живущих, включая доктора Киссингера», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств от Эртони, штат Калифорния. «Это то, чем я занимался всю свою жизнь последние 207 лет», — добавил Байден. «Самый старый президент США в истории в возрасте 80 лет». В шутку о своём возрасте. Значит, это Байден просто пошутил таким образом. Вот. Так что вот так. Ну, Байден тоже решил пошутить. И он заверил, что он мужчина в самом расцвете сил. Я вспоминаю, когда в Советском Союзе были члены правительства. И, знаете, вот в газете «Правда», в газете «Известия» был такой вкладыш. И там портреты всех вот этих вот членов, как говорится, правительства. И там были все пожилые, и все говорили, что в Советском Союзе это дом престарелых. Потому что всем было за 60 до 80, почти до 90 лет. А сейчас, сейчас то же самое. Это и в Америке, это и везде, не только в Америке. Ну да ладно. Молодёжи надо уступать, господа. Ну, они не хотят уступать. Понимаете, кормушка-то кормушка. У кормушки всегда хорошо кормиться. Так что вот так, господа. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчётный счёт. Почему я указываю расчётный счёт? Монетизацию давним-давно отключили на Ютубе. Я даже не успела к этой монетизации. Вот. А у меня письма маленькая. Я не Байден. У Байдена там всё в ажуре и в абажуре. Так что вот так, господа. За свет надо платить, за интернет надо платить. Короче, за всё надо платить. Так что вот так, господа. Расчётный счёт под роликом.